Всем привет! Сегодня поговорим об альтернативах большой тройке. Откуда вообще возник такой вопрос? Дело в том, что в тройку, в управленческий консалтинг идут люди с аналитическим складом ума. Такие подготовленные технари, которые очень круто умеют структурировать сложные процессы, разбивать трудные бизнес-задачи на мелкие и круто с ними справляться. Но проблема в том, что эти самые крутые бизнес-аналитики, когда выбирают, куда идти работать, часто руководствуются эмоциями. Поводом для этого видео послужила моя переписка с нашим выпускником, очень сильным парнем, который в то же время завалил финальный раунд в одной из компаний большой тройки. Понятно, что человек очень здорово соображает и устроится в другую компанию с успехом и сможет построить себе крутую карьеру. Проблем с этим не будет. Вопрос в другом, что он мне написал последние полтора-два года, он даже не рассматривал никаких альтернатив этой компании большой тройки. То есть он даже не знает, из чего выбирать. Вот это меня смутило. Человек, обладающий таким крутым умом и таким аналитическим складом мышления, при этом подавал документы в одну компанию и думал о работе только в ней, не рассматривая альтернативы. Очевидно, такое решение вызвано эмоциями, эмоциональным отношением к компании, а явно не анализом всех ее преимуществ и недостатков. Что печально, поскольку принимать решение на эмоциях в отношении карьеры бывает очень тяжело, можно очень сильно огорчиться. Так вот, моя цель сегодня постараться привнести аналитику в решение о том, в какой компании пойти работать. Давайте подумаем, зачем люди идут работать в тройку. Давайте напишем Big3, McKinsey, Bain, BCG. Ну это, очевидно, бренд. Ну, конечно, круто работать в компании большой тройки, это здорово выглядит на резюме, и потом куда угодно возьмут. Ну, как бы это так, я согласен, здесь считать. Потом, зарплата. Еще бы, почему бы не получать больше всех на рынке, 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, в общем, жить припеваючи. Потом. Крутая команда. Возможность работать с умнейшими людьми и у них учиться. Четвертая причина – международный опыт. Идешь работать в крутую международную компанию, едешь работать в другие офисы, набираешься международного опыта, а потом идешь работать в другие страны. Прекрасно, правда? И пятый пункт – это навыки для предпринимательства. Часто к нам приходят люди, говорят, ну вот я хочу прокачаться сейчас, поработать в большой тройке, чтобы потом стать предпринимателем. Видите, большая тройка – это школа предпринимателей, правда? На всяком случае так говорят. А теперь давайте подумаем, какие есть альтернативы в каждом из этих буллетов. Дело в том, что, конечно, тройка, компания большой тройки – отличное место с точки зрения сочетания буллетов, но при этом все равно они не самая лучшая возможность в каждом из них. Именно, например, с точки зрения бренда. Если вы хотите работать в крутых современных компаниях и хотите, чтобы ваша земля ценилась, особенно если вас интересует технологический сектор, то, скорее всего, вам все-таки нужно не в тройку идти, потому что в тройку вы будете хорошим стратегом. Если вас интересует, например, продакт-менеджмент или современные технологии, то это, скорее, Яндекс, куда также берут аналитиков. Или тот же IBM iX. Другие компании тоже сюда подойдут, но вот на этих я бы заострил внимание. Зарплата. Да, в консалтинге в тройке много платят, но при этом в других компаниях консалтинговых сейчас платят не меньше. А вот, например, в банках, банки платят даже больше. И, собственно, туда часто и уходят консультанты и стройки. Поэтому, если вы хотите зарабатывать больше, то есть смысл идти, например, в банки. Крутая команда. Да, в McKinsey работают крутые люди. Да, в BCG и Bainy работают крутые люди. Но при этом бывает, что команда вам не подходит. Бывает, что вы не супер как можете сработаться с ними. И это абсолютно нормально. Но, кроме того, вы можете найти подходящую вам команду и в других компаниях. Например, мне очень сильно понравилась команда Оливера Вайман. Там очень крутые ребята работают. И когда я у них собеседовался, мне прям реально хотелось дальше с ними работать. Сюда же можно добавить, например, и Roland Berger. И тот же Strategy End. Международный опыт. Все думают, ну я сейчас пойду работать в большую тройку, буду ездить в разные страны, в разные офисы, и, соответственно, наберусь опыта, а потом уеду из России. Прекрасный план, но работает он редко. Потому что большинство консультантов тройки работают в Москве. Ну, в лучшем случае в СНГ. И явно не едут другие офисы на проекты. Ехать в другой офис на проекты, это примерно так же непросто, как попасть с улицы, скажем так, в тройку. При этом есть команды, есть компании, где это сделать проще. Например, тот же Partners in Performance или тот же Roland Berger. Roland Berger вообще немецкая компания, у них огромные связи с Германией. И поехать работать на проект в Германию сильно легче из Roland Berger, чем из того же BCG. Навыки предпринимательства. Казалось бы, тройка колыбель предпринимателей. Но как бы не так. На самом деле в тройке хорошо учат, как быть стратегом. В принципе, это есть некий навык SEO. Но при этом SEO все-таки требует еще и какую-то исполнительную функцию, тогда как в консалтинге не учат исполнение, учат именно просто стратегии. Предпринимательство – это в принципе не тема консалтинга, просто потому что предпринимательство – это про что-то мелкое, про что-то начинающее, про стартапы. У стартапов нет денег и нет возможности звать к себе консультантов. Но при этом есть компании, которые работают в ситуациях, похожих на стартап. Это, например, тот же Strategy End. Это ребята как раз бывшие консультанты тройки, которые сейчас помогают крупным компаниям устраивать небольшие стартапы в рамках корпораций. И, собственно, строят их с нуля, вплоть до организации полноценной работы, вплоть до получения прибыли. Поэтому, наверное, если бы человек шел в консалтинг, чтобы стать предпринимателем, то я бы посоветовал пойти в Strategy End, а вовсе не в тройку. К чему я это все говорю? Я это говорю к тому, что есть много альтернатив работе в тройке. И когда вы решаете, куда пойти работать, есть смысл принимать решения на основе аналитики. Вы все-таки бизнес-аналитики, правильно? А не на основе эмоций. Возникает вопрос, ну окей, откуда нам взять данные? Ведь аналитика это про данные, а то, что ты нам здесь рассказал, но это совсем немного. Согласен. Но мы как раз поможем решить вам эту проблему. Потому что в ближайшее время мы будем снимать серию интервью с людьми из всех вот этих компаний. И из других компаний тоже. Здесь перечислена лишь небольшая выборка. Чтобы вы сами могли посмотреть, собрать информацию и сделать для себя выводы на основе этой информации. Чтобы вы могли принимать решения не на эмоциях, а на данных, которые мы постараемся вам помочь собрать. На сегодня на этом все. Лайкайте, подписывайтесь на наш канал, делитесь видео с тем, кому это может быть интересно. И еще, если вам неохота все это слушать, и вы хотите просто взять и прочитать, заходите на наш сайт. Там будет вся информация. До следующего раза. Всем пока. Пока.